Итак, приступаем к основному делу. Это будет у нас, значит, склейка листов в УПС, так называемая. Или по-английски будет с кашами. То есть мы внахлёст будем наклеивать. Для этого я аккуратно должен сделать поверхность. Обычно выбирается толщина листа, умноженная на 8. Где-то примерно 5 см я отступил от каждого листа. Для склейки. Сейчас буду всё это делать. Safety first. Очки, рубанок на максимум 2 мм. Посмотрим, что получится. Первый раз делаю. На ютубе посмотрю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И так более-менее надо в будущем, конечно, купить специальную насадку для пилы Scarfer, которая будет аккуратнее делать без опилок, меньше опилок, всяких звуков. Вот так выглядит Scarfer. Купил, сделал, установил. Вот следующий этап, буду его использовать. Вот сюда подаются листы, это просто защитная, сверху. Вот и получается для нас пила очень большая у Scarfer, под углом. Склейка трёх листов подряд. Вот так. Вот он истинный маршал. Так, приступаем к следующей стадии. Для этого нам нужен навес. Вот такой я соорудил пати-павильон. А вот здесь буду сооружать всё оставшееся. Halls and Everson. Чтобы солнце и дождик не мочили. Такая довольно хлипкая конструкция, но если привязать верёвочками, то вроде как бы ничего. Главное не помешать пауку. Пати-павильон. Что там в этом павильоне? Так. Ага. Пати в полном сгаре. Почти готов сооружать поплавок. Вот это Temporary Frame Station. Station 1, 3, 5, 7, 10. Лучше всего положить нарезанную фанеру с обоих краёв заранее. Чтобы потом не прыгать с ней через фрейм. Особенно, когда вот эти все стыки... Это просто катастрофа какая-то. Начинаешь их двигать, они ломаются, трещат. Тем более, качество моих стыков очень ужасное получилось. Придётся потом их подклеивать, переделывать. А вот, в следующий раз буду осмотрительнее. Но я на всякий случай подклеил тут ткани. Чтобы они не сломались. Потом я её счищу и уже налеплю нормальную ткань, которая идёт по плану. Ну и вот. Сейчас буду ставить такой вот... У меня есть уровень. Куда-то он завалился. Давай... И будем выставлять, чтобы всё было ровненько. The most important part is to keep the place clean. Let's go. Welcome to the project. The most important part is to keep the place clean. What is it? New bot. I'm not amazing. Stitching glue. Даниил. Даниил 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 Вначале В принципе можно После того как Все эти Листы Закреплены В основном этими стяжками То можно Их От Темпорари фрейма Уже открутить Они будут нормально Держаться Вот он клей Тем более Тут уже ошибся Пропорции 100 на 60 Важно Три 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 Продолжение следует... Тут лучше не ошибаться, потому что, во-первых, эбоксидка дорогая, во-вторых, когда она не может полностью соединиться, потом это будет вонять. Не должно оставаться в компонентах. Лишний глазок лучше не разводить. Но и ухудшается качество. Саму смолу мы сейчас разведем. Надо размешать примерно полминуты, в районе 500 оборотов, чтобы не создавать лишних кузырьков. Хоть эта эбоксидка не очень ядовитая, лучше проспираторная, если очень много и целый день, допустим, работаешь. Продолжение следует... 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 Ткани нужно много, даже на один поплавок. Это, кажется, 90 метров рулон, поплавок всего 6,5, посмотрим, сколько он возьмет ткани. Вот на филе тут bulkheads, сейчас будем попробовать их примерить, что получается. Теперь у нас номер 2. Номер 2. Номер 2. Номер 2. Номер 2. Такая стадия продляйта всех углов ткани. Сначала я законопатил, как мог, все вот эти вот gaps, и сейчас поклею ткань, чтобы усилить всё это дело. Вот так я работаю. Очень тяжело, жарко. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Продолжение следует... 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 Первый слой можно будет... Зашкурить... Продолжение следует... 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 вот так